Недавно вышедшее дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 добавляет в игру совершенно новую сюжетную историю, полную шпионских интриг, сложных выборов и неожиданных последствий. Дополнение до конца держит в напряжении и многократно оправдывает ожидания игрока. Кроме того, призрачная свобода, как и подобает полноценному сюжетному проекту CD Projekt Red, имеет многоуровневый разветвленный финал с несколькими довольно значительно отличающимися друг от друга концовками. Официально всего выделяют четыре полноценных финала. Именно им и посвящены четыре новые карты Таро на территории пёсего города. Король Пентакли и Король Кубков, а также Король Жезлов и Король Мечей. Однако на самом деле в Phantom Liberty не четыре концовки, а целых одиннадцать. Конечно, именно четыре из них основные, но вот если прям считать все варианты, то их немножко больше. Давайте сделаем это вместе. Две предварительные концовки, одна из которых с уникальной анимацией. Большой сюжетный выбор, который заставляет нас выбрать сторону, а это почти что два предварительных финала, которые делят игру на до и после. Я какое-то время даже считал, что это совсем уж финалы. Четыре основных концовки, по две на каждый выбор ранее. И ещё по одному небольшому альтернативному варианту в них. Что-то типа среднего решения, когда мы пытаемся усидеть на двух стульях сразу. И конечно же новый финал всей игры, который логично заканчивает не только Cyberpunk 2077, но и дополнение Призрачная Свобода, который можно получить только в двух вариантах более ранних концовок. Итого, если не считать примерно три уникальных концовки смертей с уникальными же анимациями, это от Химеры, например, когда вы проваливаетесь в подвал, когда не стреляете или просто не успеваете. Это от Цербера, который гоняется за нами в катакомбах, там одна уникальная в начале, а потом в зависимости от вашего положения. И от Хансена, если давать ему неверные ответы, когда мы в обличии близнецов-французов. То в итоге, несмотря на эти анимации смерти, мы все равно получим 11 весьма различных концовок. И сейчас я расскажу, как получить каждую из них, какая лучше, и какую стоит выбрать для своего прохождения. Ведь мое имя, Войс Ребус, это просто канал об играх, и... Кстати, интересно, а какие игры существуют в мире киберпанка, и кто их разрабатывает? Даже в нашем мире геймдизайнеры это настоящие гении из мира геймдева. И что самое крутое, вы тоже можете почувствовать себя творцом своей виртуальной вселенной на бесплатном мини-курсе Skillbox. Узнайте, чем занимаются и сколько зарабатывают геймдизайнеры. Как создавать игровые механики на примере реальной игры. Что такое нарративный дизайн. И лично убедитесь, что баланс в игре настраивать не так-то просто. Результатом станет идея своей игры. Определение ее механик, в том числе нарративных. И работа с балансировкой, математическими моделями и тестированием. Чтобы участвовать, просто регистрируйтесь на бесплатный мини-курс. Все, ссылка в описании. А дальше смотрите в удобное время, общайтесь на вебинаре и, конечно же, получайте подарки. 5 чек-листов для начинающих геймдизайнеров. Бонусом год английского языка после первого урока. Персональная карьерная консультация с доступом к подходящей профессии. И скидка 10 тысяч рублей на любой курс. Чтобы узнать все подробности о программе курса, бонусах и скидках, переходите по ссылке в описании. Или сканируйте QR-код на экране. Привет, ковбои. Первая концовка получить очень просто. Выставляете максимальную сложность и пробуете пробиться в Песигород боем в самом начале. Нет, ладно, шучу. Это, конечно, то еще испытание. Проверять его недокачанным на максимальной сложности я никому не советую. Однако первый финал не так далеко от этого места. Мы получаем сообщение от Сойки и задание на спасение президента в обмен на помощь с чипом. Проникаем в Песигород и видим, что весь план Суоми пошел не по плану. Когда шаттл президента сбивают, нам нужно как можно быстрее пробиться к ней и спасти Розалин Майерс. Но как активный игрок, впервые попавший на новую долгожданную локацию, я, конечно же, первым делом отправился ее исследовать. Все же киберпанк это игра в открытом мире. Только вот Сойке такое поведение не понравилось. Видите ли, пока мы тут кружимся по Песему городу на новой машине, Баргесты якобы вскрыли шаттл и якобы убили президента. Подумаешь, а если знать еще и дальнейший сюжет, то, возможно, это не так уж плохо. Но Суоми не разделяет нашего мнения и в итоге вырубает нас, предупредив, что лучше нам более не встречаться. Бляцкий ебаный пиздец. Что такое? Поздравляю, Ви. Ты угробила и Розалин Майерс и будущая Н.Ш. Молись, чтобы мы больше не встретились. Никогда. Ава-ва. В итоге мы просыпаемся в какой-то траве и более не имеем ничего общего ни с президентом, ни с Сойкой, ни с сюжетной составляющей Фантом Либерти. Ну что, жива? А что? Что случилось? Ваша операция по спасению президента провалилась, но если ты спросишь меня, то и хер бы с ней. Ладно, и что теперь будет? Будем жить дальше. Для начала предлагаю выпить. Первая концовка получается открыта. Основное задание провалено, хотя Пёси Город всё так же нам доступен. Даже позвонит мистер Хэнс, предложив пару заказов. Кстати, как вам русская озвучка? Знаю, что очень всрато. Но вставлять сюжетные моменты с диалогами без озвучки как-то не очень. Потому до выхода чего-то получше пока так. Итак, двигаемся дальше. Мы всё же спасаем президента, но после взаимодействия с Химерой Сойка перестаёт выходить на связь. Поэтому Розалин отправляет нас к спящему агенту Риду. Доставив которого к президенту, мы как бы завершаем первый акт приключений в Пёси Городе. Ведь на этом президент окончательно спасена. Сол буквально за один звонок организует её выезд не только из Пёси Города, но и, как я понимаю, из Найт-Сити. Начинается второй акт и, по сути, основной сюжет дополнения, где нам необходимо найти и спасти Сойку. Именно тут, когда Майерс и Рид подряжают нас на поиск Суми, мы и можем второй раз досрочно закончить дополнение Призрачная Свобода, просто отказавшись в этом участвовать. Сначала Рид настойчиво спрашивает, уверены ли мы, что хотим участвовать в этом, на что, конечно же, не соглашаемся. Не знаю, сколько тебе платят, но лучше задай себе вопрос, стоит ли оно того. Потом Майерс обещает нам в 10 раз больше и все возможности НСША в решении нашей маленькой проблемы. Даже Джонни подтверждает её слова. Но мы опять-таки непоколебимы. Знаешь что, Рид, ты прав. Мне здесь нечего делать, я ухожу. Слушай внимательно то, что я сейчас тебе скажу, Ли. Сойка обещала помочь тебе с био-чипом, и я задействую все возможности НСША, чтобы тебе помочь. Считай, что я присоединилась к вашей сделке. Если ты уйдёшь, никакой сделки не будет. Ты понимаешь? Она не блефует, Ли. В итоге после отказа нас посылают, и квест прерывается. Так же, как и с прошлой концовкой, получается, что пёси-город всё ещё в нашем распоряжении, однако сюжетный квест более недоступен. Интересно, что сколько бы я ни ждал, ни ходил по пёсему городу, эти двое так никуда и не исчезли. Это были две предварительные концовки, о которых я вам говорил ранее. Сам факт их наличия, конечно, даёт игре небольшой плюсик за вариативность, однако никакой альтернативы и нового прохождения квестов, как, например, со скрытым финалом за Джонни, не открывается, увы. Потому выбирать их стоит только если вас совершенно не интересует сюжет, или просто чтобы посмотреть. Хотя, зачем? Я вам и так всё показал. Двигаемся дальше. Теперь, вместе с Ридом и некоторой сторонней помощью, мы всё-таки находим Сойку и узнаём её страшную историю. Оказывается, это Сами организовало приземление Шаттла в пёси-городе, так как хотело сбежать от Майерс, которая заставляла её ходить за чёрный заслон, что привело к расстройству и потере личности из-за взаимодействия с эскинами и замещения ими личности Сойки. Или поглощения. Прям как у нас с Джонни. Единственный шанс спасения Суми – это технология нейроматрицы в руках Хансена, которую она хотела обменять на Майерс. Но всё пошло не по плану, когда Курт решил взорвать грёбаный Шаттл. И сейчас Сойка в его руках. Соответственно, наша задача – спасти Сойку. Но есть, конечно же, один нюанс. Сойка всё так же хочет сбежать от правительства и предлагает спастись вместе с нейроматрицей и вылечить нас. Риджи считает, что Сойка опасна, и ей лучше быть в руках НСШ, который вылечит и её, и нас. Это получается у нас основополагающий выбор между Ридом, который работает на НСШ и веренным словно пёс, и Сойкой, которая готова дать всё и предать всех ради призрачной свободы. Да-да-да, вот вам и аллюзия на название дополнения. Ключевой момент перед этим выбором, когда остаётся доступна свободная игра в открытом мире, это момент, когда нам необходимо отледить машину французских близнецов-нетранеров и сесть в неё. Лучше перед этим моментом сохраниться, пойти выполнить все сайды и подготовиться. Ключевой же момент самого выбора, это момент, когда необходимо вводить коды доступа, как раз чтобы достать нейроматрицу из хранилища. В этот момент мы можем помочь Сойке сбежать или отправить демона и на какое-то мгновение обезвредить Сойку, чтобы Рид мог её схватить. Момент очень важный, трогательный, и я действительно думал, что это финальный выбор, который приведёт нас к концовке игры. Однако это лишь выбор пути, по которому будет в дальнейшем развиваться сюжет игры. Итак, допустим, мы выбираем путь Сойки. Теперь нам необходимо с боем вывести её со стадиона, попутно вырезая всех солдат Хансена. Самого Хансена при этом убьёт помощница Рида Алекс. С Баргестами нам помогает справиться Су Ми, которая взломала весь стадион с помощью чёрного заслона, и теперь вся его техника на нашей стороне. В итоге мы выбираемся со стадиона, практически на руках, с Сойкой в ужасном состоянии. Садим её в машину и отправляем готовиться к выезду из Найт-Сити в частную клинику, где и должна пройти операция. Через некоторое время Сойка нам позвонит, и при личной встрече расскажет, что оказывается, частная клиника находится на Луне, и нам необходимо пробраться на закрытую территорию космопорта. А если быть точнее, то помочь добраться до него только Сойке. Ведь сначала нужно вылечить её, ведь Сойке с каждым мгновением становится всё хуже и хуже, а только потом она вылечит нас. Конечно, всё в итоге идёт не по плану, нам приходится сражаться не только с охраной космопорта, но и с прибывшими солдатами НСША, а также боссом-вертолётом. Помогает только связь Сойке с чёрным заслоном, который даёт неограниченное влияние на всю кибернетику в людях и окружающую нас технику. Нам удаётся отбиться, мы садимся на поезд до шаттла, и Сойка признаётся нам, что нейроматрицей можно воспользоваться только один раз, и что всё это время она нас обманывала и искала спасения только для себя. После чего теряет сознание, со словами, что хочет уснуть и не проснуться, чтобы ничего этого более не было. И теперь её судьба полностью в наших руках. Для Сойки, на самом-то деле, это единственный шанс на выживание. У нас, у главного героя Ви, таких много. Поэтому идём до конца и отправляем Сойку на Луну, несмотря на её предательство, где она получит соответствующее лечение и даже пришлёт нам весточку после финала. Но, к сожалению, вставший на нашем пути Рид будет вынужден получить пулю, ведь он так и не смог пойти против своего хозяина. Это концовка Король Жезлов. И, как по мне, это лучший финал игры. Концовка сильная, много экшона, нарастающая атмосфера, и хороший, быстрый, яркий финал, где мы отправляем Сойку на Луну. Между прочим, шаттл. Клинику ей организовал никто иной, как Мистер Голубоглазый. И сюда отлично подходит концовка Ви Легенды, где нам тоже необходимо отправиться в космос по заказу Голубоглазого. Однако, есть иной вариант. Мы можем не простить предательство Сойки и передать её Риду. Хоть по звонку, хоть у шаттла, он тут же вызовет подкрепление, её заберут на авик, какие-нибудь глубокие правительственные лаборатории. Там починят и вновь заставят работать на правительство в вечность. Это концовка Король Мечей. Но у неё есть небольшое разветвление. Мы можем отдать Сойку, как с условием нашего спасения, с помощью нейроматрицы, всячески облизывая правительство Риды и приговаривая, какая же Сойка плохая. То есть, сделать сдачу Сойки Риду условием нашего спасения. Или мы можем отдать её просто так, не требуя ничего взамен, даже отказываясь от помощи, потому что считаем, что так будет лучше для Соми. А на самой НСШ, Рида и Майерс нам плевать с высокой колокольни. Выбор без выбора, потому что оба варианта дадут нам возможность спастись по пути правительства НСШ. Только в первом случае мы требуем это спасение, а во второй Рид нам его предлагает. Вроде как Вижа им помог, да и самой Сойке такое лечение не требуется. Но вернёмся немного назад во времени. К моменту центрального выбора и на этот раз пойдём против Сойки и выберем сторону Соло. Хотя, ничем хорошим это не закончится. Сойка сама смогла обойти большую часть льда от Рида, она всё-таки мощный нитранер, а то, что не смогла она лично пройти, смог Чёрный заслон. В итоге она предупредила Хансена об обмане, и он убивает Аликс. Сама же Сойка точно так же сбегает, но при этом слишком активно используя Чёрный заслон, впадает в киберпсихоз. При этом нам также приходится сражаться с людьми Хансена, попутно наблюдая результат работы Чёрного заслона, а также сразиться лично с Куртом, как мини-боссом локации. После чего, уже на улице, мы увидим, как Макс Таг обезвреживает Сойку и увозит её в неизвестном направлении. Теперь нам необходимо найти её, в этом помогут наши старые или новые друзья, в зависимости от вашего этапа прохождения основной игры. Затем мы устроим засаду на конвой, ведь Макс Таг это полиция Нейт-Сити, а Сойка нужна правительству НСШ. Это абсолютно разные структуры, они между собой не особо-то ладят. Более того, Макс Таг даже не подозревает о том, насколько Сойка опасна и на что способна. В итоге всё, конечно же, идёт не по плану, хоть мы и перебиваем Макс Таг, Сойка освобождается, забирает управление и уезжает. И вот тут начинается самое интересное. Сойка не сбегает, а отправляется в старый военный подземный бункер Милитеха, где корпорация работала над своим аналогом Аросаковского Душегуба, активно при этом используя Чёрный Заслон. Из-за слишком большой близости Сойки к Заслону в неё окончательно проникли и подчинили себе Искины, в том числе заставив местного, так сказать, Сторожа охотиться за нами. Эта миссия радикально отличается от той, что была в Космопорте. Это чёртов хоррор, где нам приходится прятаться от убивающих с одного удара бни, попутно отключая центральное ядро и серваки, дабы не дать Искинам сломать Чёрный Заслон в первой попытке. Мы даже ломаем их связь с Сойкой, которая по сути стала дверью, однако сама Сойка уже не в состоянии что-либо делать. И мы вновь перед выбором. Вариант первый. Ничего не менять. Дождаться Соломона Рида и как бравый агент передать Сойку ему, после чего мы уедем из Найт-Сити, где полуживую Соми заберёт правительство. Для таких же целей, как и раньше. Починить и заставить вновь работать над Чёрным Заслоном. Вечность, пока её личность окончательно не растворится по ту сторону сети. Это концовка Король Пентаклей. И тут у нас такой же выбор, как и раньше. Отыгрывать верного пса правительства, который услужливо сделал всё, что ему приказали, надеясь на возможность спасения. Пожать руку Майерс и с гордостью носить медаль. И это, как по мне, лучший вариант именно для прохождения. Во-первых, впечатлённая такой работой Майерс пришлёт нам подарочек после завершения квеста. Во-вторых, мы можем получить всё культовое снаряжение Хансена. А это пулемёт, пистолет и настоящий сибирский нож с уникальным, кстати, дизайном. И в-третьих, на самой базе Милитеха мы можем найти чертежи уникальных прототипов оружия, работающего с чёрным заслоном. Это Эреб, он же Эребус в английской локализации, автомат, стреляющий пулями с эффектом заслона. И это Кибердека Песни, которая позволяет взломать противника силой чёрного заслона. Такие игрушки в варианте засойку, к сожалению, никак не получить. Так что именно ради лута выбирайте эту самую концовку. Впрочем, вам не обязательно строить из себя бравого солдата. Несмотря на то, что вы оставили в живых Соми, вы можете также высказать всё президенту и более не иметь с ней дел, хотя спасение, как и в первом же случае, нам всё равно предложат. Забавно, что в альтернативном выборе, когда мы исполняем желание Сойки, отпускаем её и, так сказать, освобождаем от службы, мы всё так же можем чуть-чуть прислуживать Майерс. Правда, немедальние шансы на спасение вам не дадут, так как задание провалено, но всё же. И это последняя официальная концовка «Король». Хотя, может, я и не прав, и нам даже с этой концовкой дают спасение. Нужно будет проверить. Интересно, что вне зависимости от нашего выбора, нашего поведения, нашей концовки и наших слов, Рид практически всегда чувствует себя потерянным и сломленным. Он, конечно, не даёт себе возможности сомневаться и, как он сам говорит, «Иначе весь его мир рухнет мгновенно», но любой вариант спасения Сойки для него в итоге худший, разве что, кроме того, где он получает пулю и умирает, на службе, пытаясь спасти того, кого любит, но не способный сделать верный выбор. Впрочем, мы знаем, что на самом деле Рид уже давно мёртв. Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости или вписать своё имя в историю и отдать Богу душу ещё до 30? В концовках «Король Пентакли» и «Король Мечей», где Сойку забирает правительство, нам открывается альтернативная новая концовка всей игры, где мы сможем силами правительства НСШ и учёных и докторов применить нейроматрицу и спасти Ви от неминуемой смерти. Единственная концовка, где Ви полноценно выживает. Однако, не всё так просто. Джонни исчезает навсегда. Мы пропадаем на несколько лет и теряем не только связь почти со всеми близкими, но и возможность использовать импланты. Мы теряем дом, друзей, состояние, влияние и себя, становясь тенью своего прежнего образа. Образа легенды Найт-Сити. Город пожирает нас и мы становимся его обычной незримой массой, обречённой на долгую, тихую жизнь. Потому что свою смерть в лучах славы мы уже потеряли. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? Хм? Эта концовка, конечно, вызывает вопросы, к ней нужно подойти чуть более серьёзно и сделать отдельный разбор. Однако, сама вариативность дополнения весьма радует. Конечно, жаль, что недоступен вариант повторного прохождения, как в основных концовках. Однако, факт такого глобального разделения, считая, что на половине игры, радует и напоминает второго Ведьмака. И так же, как и во втором Ведьмаке, чтобы полностью оценить концовку и понять мотивацию к персонажей, необходимо пройти обе. Так что, советую пройти и по пути Рида, и по пути Сойки. Интересно, что после прохождения пути Рида я ещё больше убедился в том, что Сойку нужно спасать. Потому что нам гораздо сильнее раскрывают её историю и её трагедию. Я считаю, что это лучший вариант и она заслужила своё спасение. Ведь Сойка это практически Ви. Мы ведь тоже готовы пойти по головам и пожертвовать другими жизнями, чтобы найти своё спасение. Пишите в комментариях, какой вам финал понравился больше всего. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал по ссылочке в описании, закину туда свои сохранения перед концовками, чтобы вы могли пройти их сами. Если видео понравилось или было полезным, поддержите меня платной подпиской на Бусти или прямым донатом по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее. Поставьте лайк и напишите комментарий, чтобы поддержать продвижение ролика. И, конечно же, прошу перейти по первой ссылке в описании и закреплённом комментарии. Это меня очень сильно поддержит. Спасибо вам большое. А на этом всё. С вами был Эвойс Ребус и увидимся в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok